Всем привет! Я Наташа, и мой канал, который называется Мама Наташа. Сегодня что? Я даже не помню, какой сегодня день, но неважно, факт то, что я собираюсь на работу. И практически уже собралась, у меня есть время с вами поболтать. Рубрика «Я и кофе», кофе и я. Налила кофе с молоком, как всегда. Эх ты, Гоша, у меня куда полез? Кс-кс-кс-кс-кс. Он полез на сетку. Кс-кс-кс, сейчас он к нам прибежит. И тоже с вами здоровайтесь. Давайте садитесь. Удобнее наливать себе кофе и будем с вами пить кофе. А что меня привело-то к вам? Вот Гоша пришел. А знаете что? В общем, вчера вечером я практически не спала всю ночь. Все думала, думала, думала об этой теме. Вчера мне вам вечером присылает рекомендации нашего правительства, а именно госпожи Поповой из «Единых розы». Ну, это красиво звучит. «Единые розы». Да? И, в общем, так такие рекомендации. Мы добрались до времен СССР. Теперь в России наконец-то будут бороться с сексом. А знаете для чего? А для победы, окончательной победы над коронавирусом. Понятно же, что сейчас наши пляжи только начинают... Наши имеют Краснодарский край. Она по Крым только начинает открываться. И, чтобы там не допустить распространение коронавируса, госпожа Попова отсылает или отошлет, или уже отослала рекомендательные письма, в которых выявлены признаки, по которым нельзя заселять людей с подозрением на коронавирус. Ну, это уже все знают. Или как правильно делать это. Это я не буду касаться. Там есть такой основной пункт. Это очень интересный пункт. Что теперь нельзя заселять людей, живущих в браке, но гражданском. И, ну, в общем, вы меня поняли. Представляете? Прожили вы в гражданском браке муж с женой 10 лет. Нажили пятерых детишек. Бац, приехали в этом году на юг. А нет, вас туда не поселят. У вас нет штампа в паспорте. А вы, видите, там можете заниматься сексом. Дала даже указание, как правильно размещать людей, людей, людей. Ну, единственное, про детей не было ничего сказано. Можно размещать пару. Женщина – женщина, мужчина – мужчина. Чувствуете, кому повезло? Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией могут жить спокойно. Все разрешено. А там уж как Бог подаст. А вот семейную пару, которая живет, но в браке, но не зарегистрированы штампы в паспорте, это будет очень тяжело. Вы будете жить. Кто на первом, кто на втором этаже. Ну, вот насчет детей что-то я не помню, не знаю, не поняла, рекомендации были или нет. Ну, не важно. Ну, так как все равно, наверное, дети же идут с мамой. Значит, если вы платите за номер с папой, вас поселят с такой же мамой, с тремя или с четырьмя детьми, ну, даже с одним ребенком, и вы будете счастливы. А все папы будут жить с этажом выше или ниже, чтобы не иметь и никаких покаждений. Это противозаконно. Не знаю, пап, вы должны срочно вывозить свою семью на юг. Еще хочу сказать, ну, в этом году в Сочи же все равно поедут. В Сочи и вдруг в Анапу, наверное, поедут артисты. А те, кто любит мужчины, которых любят девочек, вдруг вот вам поклонится какая-то ми-ми-ми. Или штамп в паспорте, пожалуйста. Или не пустят. Вам прямо покажут рекомендации госпожи Поповой. Также касаются и толстосумов. Ну, я думаю, любовник с любовницами брать не знаю. Обычные мужики, которые держат любовницы на юг в этом году, не поедут, потому что у них, навряд ли, есть деньги на семью. А очень обеспеченные, уж крайне, на наш юг, в крайнем случае ни карамы, и ногой не ступят. Так, еще я что хотела объяснить. Хотела рассказать, но как же курортные романы. Об них тоже нельзя забывать. Вот про поцелуй, про поцелуй ничего нельзя мне было сказано. Смотрите, в принципе, только через маску. Песня же есть в море, солнце. И в этом мире мы одни. А живешь ты одна? Или он? Вдруг любовь на юге. А тебе бац! Рекомендация госпожи Поповой. Без штампа в паспорте. Нельзя. Так что давай бегом. Или ночью расписывайся, или вся твоя любовь будет на море, на солнце. Ну, там, наверное, я думаю, что если логически обсуждать, потом все будет в песке. Так что не очень приятно. Поэтому курортные романы тоже могут закончиться браками. Это я к чему веду-то. Потому что все-таки молодцы. Единые розы. Они умницы. Потому что они помогают людям создавать брак. Чтобы не было и не было вот этих мам, которые одинокие, которые одни воспитывают детей, которым приходится платить лишние деньги государству. Тут тоже есть как-то вот какие-то соображения. Я прям горжусь своим правительством. Я прям вот, видите, да? Я с каждым разом прям понимаю, что у них больше не о чем думать, как о делах великих. И не важно, что вам корошки стоят всегда одинаково. Или наше государство, нашим детям ничего не должно. Главное – море, солнце. И в целом мире мы одни. Всех люблю, целую. Это был мой кофе и я. Мама Наташа представляет. Пока-пока.